Всем привет! Сегодня мы начали свой день с мамой с приготовлением места под посадку огурцов. У нас есть такая сетка, мама уже с помощью неё как-то выращивала огурцы, и мы решили поставить её именно в этом месте с помощью вот таких вот, как сказать, даже труб. Ну пусть будет с помощью труб, вот, натягиваем её сейчас, и с двух сторон будут сидеть огурчики. Почему с двух сторон? Потому что мама уже здесь положила навоз, тут ряд, тут ряд, и вот они как раз будут здесь сидеть у нас. Мы плитку уберём, и, скорее всего, будем делать по-другому здесь дорожки, чтобы удобно было потом ходить до этих огурчиков. Почему выбрали это место? Потому что здесь у нас есть вишни, маленько будет не так жарко, а солнце будет, ну, как бы, спасать. И плюс ещё, когда виноград вырастет, он тоже будет закрывать своими листьями как раз-таки огурчики. Им будет хорошо, комфортно. Да-да-да. И здесь вроде такого ветра нет, как вот там, на поле. А вот так вот уже выглядит наша рассада огурчиков. Не очень маме понравилось выращивать на подоконнике. Им, видимо, не хватает света, и они тянутся, и говорят, что какие-то они хиленькие. Лучше, говорит, буду в следующий раз сажать сразу семечками в землю, когда будет подходящая погода. Но так, говорит, не буду больше, не нравится. Ну, жарко. У меня просто руки, потом все начинают все шуршать. Да, я тут езжу, но мне не удобно. Сложи пока одинаково такие вот такие вот. Я так думала, сначала такие одинаковые сложи. Хорошо. У меня все расстояние нормальное будет, если вот так вот здесь для огурчиков. Даже им будет место, где возойдите, а вот там-то вместо мы мало сделали. Негде будет. Даже не знаю, какие садить, как их. Они вот такие длинные стали. Посмотрим, что получится. Они должны были быть короткими, да? Ну, конечно. Видишь, они как вытянулись. Знаю, что получится. Если их поглубже засыпать, я не знаю, можно ли так сделать. Может, поглубже их посадить? Не знаю. Я заметила, что многие стали писать в комментариях, что мы уже, например, все посадили. А что вы так поздно, например? Нет универсальной даты посадки. Мама вот, например, спрашивает у разных местных жителей, кто в какие даты что садит. Кто-то говорит, уже посадил. Кто-то говорит, я буду там позже сажать. Поэтому каждый решает сам для себя, и это уже исходя из вашего собственного опыта. Нет такого. Тем более, в каждом районе все по-своему. Где-то теплее, где-то холоднее. Везде разные почвы. И нет вот универсального какого-то ответа, что вот сейчас надо сажать уже огурцы, уже надо помидоры, перцы. Ну, нет таких дат, что прям четко и точно. Ну, в принципе, да, наверное, надо чуть глубже лунку все-таки туда. Да, потому что это... Я обычно делаю, чтобы она, как там, держалась вода, а то она будет стекать. Смотри, написано огурец местный, и что это? Это хг. Хрустящая гэ, забыла. А здесь что, огурец? Это местный. Значит, надо местный рядышком садить. Я же назвала сокращенно. Там был какой-то хрустящая грядка. Вот, огурец хрустящая грядка. И еще какие-то сережки. А, изумрудные сережки. И С будет. Так, а это что? Хрустящая грядка. Значит, надо как-то на них сразу... Это будет хрустящая грядка сюда. Тоже хрустящая грядка. Да, 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 чтобы не видишь. А если ты сверху написала М, значит, это местная. Ну, наверное. Это если ты дописала. Ну, да. Я не дописывала, я только делала как бы хг. А что, стаканчики все старые были? Нет, все новые были. Давай так поставим, посмотрим, что делать. Все стаканчики были новые, когда я делала. Ну, в том плане, не исписанные. Наверное, с твоей стороны лучше, наверное, камушком прижать. Я имела в виду, что вот это мы как-нибудь закрепляем, а то кладем вот эти вот камни. Они зажимают. Что мы делаем? Мы обезопасиваем, хотим обезопасить огурцы от жаркого солнца, которое их ждет. Да, еще вечером тоже, чтобы где-то воду было. Да. В общем, придумываем. Ну, давай сначала вверх будем привязывать или вниз? Ну, наверное, сначала, наверное, можешь снизу начать. Знаешь почему? Потом будем знать, на какое расстояние их делать. Только надо аккуратно, чтобы не порвать. Я бы вот сейчас так вот сразу... Может, ты себе побольше сделала, чтобы у тебя как парничок был? Ну, Ксюша, а то получается... Давай пока проверим. Ну, давай. Ну, пока посмотрим, получится ли так сделать. В итоге это выглядит как-то так. Немножко смешно, но спасет огурчики от ультрафиолетовых лучей. Вот так вот. Что мы придумали, называется. Мы его слепили из того, что было. Ну, вроде ничего так. Небольшое дополнение. Мы никого, ничему не учим. Мы просто делаем так, как знаем, экспериментируем и показываем вам это. Где-то ошибаемся, где-то у нас все получается. Ваше полное право прислушиваться к нам или не прислушиваться. У каждого должна быть своя голова на плечах и свой личный опыт. Так что, если, например, вы с чем-то не согласны, вы напишите, например, в чем наша ошибка и как лучше в будущем делать, чтобы не допускать этих ошибок. И это будет гораздо ценнее вот такая информация от вас, чем просто какая-то критика, что типа, ой, вы неправильно делаете. А вы напишите, вы неправильно делаете, потому что, потому что и надо вот так-то. Тогда это будет очень конструктивная критика. И мы с вами будем выходить на диалог и постоянно совершенствоваться и перенимать друг у друга опыт. И теперь осталось проделать то же самое, но уже с этой стороны. Мама привезла навоз и будет сейчас его укладывать в лунки. Ну вот я, честно говоря, не знаю, хватит ли этих лунок, потому что там больше у нас осталось рассад огурчиков. Может быть, придется как-то чуть ближе посадить их. Сейчас, когда стала раскладывать стаканчики, поняла, что очень хорошо взошел местный сорт и хрустящая грядка. А тех же изумрудных сережек всего лишь один стаканчик взошел. Это о чем говорит? Что семена, видимо, не очень, да, по качеству. Почему они не взошли? Покупала в одном месте одна фирма. Посмотрим, конечно, как они приживутся у нас. И как в дальнейшем будут расти, чтобы уже понимать, все-таки, какой лучше сорт сажать. Знаешь, Ксюша, наверное, методом пропить ошибок, наверное, как-то. Пособираю редисочку к обеду. Я что-то заприметила одну. Вот тоже как я такого могла не заметить. Но, в принципе, за два дня она могла вырасти. Даже треснула. Что это за редиска такая интересная? Я такой первый раз вижу. Матрешка какая-то. Неваляшка, скорее. О, хорошая. А вот лук к обеду я сегодня нарежу в этом месте, потому что он здесь подрос. Такой еще молоденький, вкусненький будет. Когда лук переросший, он уже какой-то, ну, не такой, очень жесткий. Еще в этом месте, как всегда, подстригу лук. Правда, он очень крупный здесь прям. Ну, что, время обеда. Еще суп осталось сейчас согреть. Остальное принесли. Зеленушечка, лук, укроп. Потом еще редиска, хлебушек, компотик. Ой, снова баночка вкусненького сока. И, как всегда, собаки первые прибегают к месту обеда. Да? Вы первые прибегаете. Вы знаете, где еда? Вот такие собачки. Сейчас будут смотреть в глаза и выпрашивать все. Ветер сегодня у нас, поэтому, опять-таки, без кирпичей на столе не обойтись, потому что клеенка, и все просто улетит. Мы стали чаще есть на улице, и это факт. Так, у нас не только супчик, у нас, оказывается, еще и грудиночка по твоему рецепту. Ой, девочки! Кстати, кому интересен рецепт вот этой вкусной грудинки, у мамы Надзеем есть Татья. Попробуйте приготовить, не пожалеете точно. Очень вкусный рецепт. Мы только заметили, что, оказывается, банка совпадает. Здесь что-то было, вишневый сок тоже был. Не, люди нам не поверят, скажут, что это вы купили сок, это не ваш. Это наш. Ну, потому что мы банки же покупали, они не всегда эти наклейки хорошо быстро отходят. А может быть, знаешь, Ну, да, мы это, ну, как бы даже, я сама увидела, вот это, надо же, какое совпадение. Но, все-таки, это наш. Мы уж такое точно покупать не будем. Не отмываются эти банки почему-то. Хотя их вроде и в средстве замачиваешь, все, потом стерилизуешь, они держатся так сильно. Еще написано сок кубань. Да? Не, они поверят, что свой сок. Они тоже, кажется, не поверят. Не поверят. А вот мы, как соберем вишню в этом году, как закатаем 200 банок. Ну, 200 это сильно много. Ну, это шутка. Вот. И покажем, что это наш сок. А я же уже показывала, как мы вишню собираем, вот это все. Что у нас очень много вишни. По итогу мы еще накрыли наши огурцы ящиками, чтобы, ну, на всякий случай, днем собаки не вытоптали нам нашу рассаду. Потому что есть риск, что они пойдут интересоваться нашим навозом и повредят случайно рассаду. А сейчас мы будем на этом месте сажать редиску. Взяла я палку, буду ряды проделывать сейчас, и потом польем и посадим. Я вот только не знаю, может быть, все это такие. Да, 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 вот такими. Давай я пролью их. Может, надо было, знаешь, взять этот плоскорезом, нет? Потому что тяпка получается, на самом деле, сильно широкий борозди. Ну, вот это и удобно, палочка. Папа, ты пока делай борозды, я пока там, на той грядке буду делать. И здесь-то надо вот крыбу маленьких убрать, потому что она как быстро... Осталось у нас всего лишь два вида семян. Это редис мультипульти и редис дениска. Вот эти семена у нас пойдут на эту грядку. Половина грядки с этой стороны у меня сидит мультипульти сорт, а с другой стороны дениска. Вот и посмотрим, какая будет вкуснее, какая лучше взойдет. Потому что, как вы помните, мы покупали эти сорта экспериментально. Мы просто увидели их в магазине и купили. Поэтому, как они себя на деле поведут, мы пока не знаем. Я думаю, поливать, не поливать. Давай вечером. Давай, знаешь, почему не поливать? Если сейчас мы поймем, у нас все разобьется. Пусть они пока... Ты же полила внизу, ну все. А сверху это нормально. Земля-то испаряется здесь внизу, семена к семенам идут. Не надо поливать землю. Хорошо, не надо. Потому что сейчас каша вот тогда, она все растекется. Надо брать. И вот сюда лучше мульчирование сделать. В этой грядке мы сажали репу и петрушку. Репа у нас почему-то не зашла. Скорее всего, это семена плохие. Конечно, у многих даже капуста не зашла. Вот. Ну, петрушка есть, но у нас ее много в огороде. Нет смысла оставлять такую хорошую грядку в таком хорошем месте ради одной петрушки. Поэтому сейчас мама хочет убрать вот эту всю траву, которая вылезла, и посадить сюда что? Да, свеклу посадить. Свеклу. Вот. Так что, будет у нас сейчас здесь место под другие культуры. Ну, а что делать? Ну, так лучше это, конечно. Лучше под другое использовать. А цветы? Здесь одни цветы. Смысл нет под цветы оставлять? Ну да, как-то цветы. Семена для цветов, ну, как бы семена нападали, и поэтому я не вижу смысла оставлять, чтобы здесь цветы поцвели, и все. Они же быстро отцветут. Голуби прилетели, Ксюшево. Чуть-чуть, много не надо, Ксюша. Глубоко не надо делать, наверху просто, чтобы сантиметр был, да. Она вылезет. Но земля тяжелая, и не песок, зеровать не надо. Ну, так, чуть-чуть. Все. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Там-то у меня было много тележек, сколько, 7 или сколько, да, а тут еще одна, ну ладно, растянем ее, растянем. Ну зачем он ему камеру нюхает? Сейчас у нас будет такой небольшой перекус, и пока я все это дома делала, у меня обувь осталась на улице, я выхожу, у меня нет обуви, где мои галоши? Смотрю, одна валяется далеко, я ее надела, ищу вторую, я думаю, где же, где же? Мама говорит, посмотри, в будке у собаки, потому что она сегодня уже воровала, вот эта вот дамочка. Я действительно заглядываю в будку, а там моя галоша, вот у нее любимое занятие, наверное, таскать обувь, не только обувь. Если носок какой-нибудь упадет, который сушился на улице, она его тоже остырит, перчатка упадет, тоже перчатка уедет у нас, когда-нибудь спрячется. Горяченький чаечек на свежем воздухе, еще и с бутербродами, с грудиночкой со своей, с лучком, ой, замечательно будет. Редисочка еще осталась. Этот столик очень неудачно здесь вписывается, да, я сразу подумала, что у нас это будет как столик. Ну, садись. Я саду, да, нет? А, так это я ей приготовила, это мы с ней чай-то будем? Да, 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 да. Ты садись. Я сейчас только руки помою. А, ну давай. Она вместо тебя, да? Ты тоже будешь. Как тебе? Сидим чаевничаем с собачкой? Классно. Чаю? Ладно, садись давай. Мишель, можно я к вам? Вы меня пустите? Я смогу третьим быть? Ой, только трогать тебя не буду уже. Потому что я только руки помыру. Ладно. Целый день что-то все делаем, делаем. Уже ноги не ходят. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok арmenов�� Fey reptелл